Первый раз легкий наркотик. Я употребил, наверное, лет 12. Подбирали и проездные, и деньги у ребят, которые были слабые, у нас было несколько человек. Материально полностью было пустошел. У меня были одни долги. Машина в ломбарде, ну и ничего. В общем-то, эта боль потеряла опять же таки все. Опустился на дно, выворачивает там кости, разрушена слизистая. Уважаемая аудитория, всем добрый день. Меня зовут Сергей, мне 34 года. В данный момент я прохожу лечение в реабилитационном центре НОНАРКО. Я хотел бы выразить свою благодарность, в первую очередь, персоналу, всему штату, всем ребятам, кто участвует непосредственно в выздоровлении в моем и оказывает психологическую, моральную, да и вообще в целом поддержку. Благодарность за что? Благодарность за потраченные, скажем так, ресурсы, а благодарность за то, что пошли, в частности, в том числе собственники, скажем так, с пониманием отнеслись к моей проблеме, потому что в данном месте я нахожусь на бюджетной основе. Так как мне 34 года, у меня более 20 лет, если разбирать в круг употребление, ну, с периодическими ремиссия, срыв, ремиссия, срыв. Я хочу изменить свою жизнь, я хочу принести пользу своим близким, хочу поменять качество своей жизни, хочу выздороветь, отказаться от употребления наркотиком и стать счастливым, радостным, свободным каких-либо веществ. Сколько раз ты уже был в реабилитации? Четвертая, скажем так, реабилитация, предыдущий мой опыт, к сожалению. Видимо, я что-то делал не так. А чем ты делаешь? Ну, потому что периодически я срывался, то есть у меня были долгосрочные ремиссии от полутора лет и, наверное, до краткосрочных. Полтора года, 10 месяцев, 9 месяцев, полгода, то есть. И в любом случае меня приводило к одному и тому же. Опять же-таки к употреблению. Складывается ощущение, что реабилитация должна проходить в тяжелых условиях для того, чтобы она была успешной. Я не согласен с этим мнением, потому что в моем случае это не сработало. Я был в максимально тяжелых условиях, если исходить даже из физиологических каких-то моментов, там, где не было сна, ну, достаточно, не особо хорошо питались. Я не скажу, что это плохое место, но, тем не менее, в моем понимании это не работало. И когда там терапевтические меры применялись в том числе физическом направлении, то есть была я, примерно, и применялась там физическая сила, помимо терапевтических, это прописок, либо каких-то тренингов, как это называли, на пользу выздоровления, ну, на самом деле, пользы я в этом вообще никакой не видел. Хоть я не так уж и давно здесь нахожусь, но, тем не менее, за тот промежуток времени, это две недели, сколько я здесь нахожусь, максимально конструктивные диалоги происходят. Если где-то есть какие-то замечания, это все выносится на общее, ну, и в том числе при помощи группы обращаем внимание на поведение человека, который, скажем так, неправильно себя повел. К вопросу физических каких-то моментов об этом вообще слово быть не может. Здесь максимально конструктивно объясняют, что хорошо, а что плохо. Помнишь, как произошло первый раз? Сколько тебе было? Первый раз легкий наркотик совместно с алкоголем, там плюс-минус, через небольшой промежуток времени я употребил, наверное, лет в 12. Хотел бы особо отметить в тот период времени, что в 14 лет я первый раз попробовал опиатную группу наркотиков от Аграин. Попробовал, конечно, покурить, потому что там какой-то сбой произошел, мы не смогли взять травы. И очень быстро я уже связался с компанией тех ребят, которые были постарше, ну, по авторитетнее в то время, потому что это было 20 лет назад, по большому счету. Это так. Даже, возможно, где-то это... Ну, в то время, там, я из небольшого города, это казалось каким-то статусным, крутым. Ну, и все из этой серии. Опять же, все это заблуждение. Ну, в то время я думал именно так. И через небольшой промежуток времени, в очередной раз, когда не смогли взять мы, скажем так, легких наркотиков, взяли героин, раз, два, три, четыре, пять, там, покурил с ребятами, после мы понюхали, и в какой-то из моментов, в дни я уже, там, к тому времени и компания, собственно говоря, у меня поменялась, потому что возрастная категория уже другая, там, ну, в любом случае. И я начал поддерживать отношения с ребятами, которые уже плотненько так употребляли, в том числе внутривенно. И что-то мы как-то сложились, взяли, и они вообще забыли про меня, что я, там, курю, а не колю. Просто засыпали все в бутылок. Легкие наркотики у меня создавали какое-то ощущение легкости, свободы. Появлялась эйфория, подъем духа, настроение поднималось. Можно употреблять? Мое мнение, вообще никакие вещества нельзя употреблять психоактивные, которые изменяют сознание. Нет, нельзя, нельзя употреблять ничего вообще. Это мой личный жизненный опыт. Звучит так, легкие наркотики, какой-то вроде, ну, ничего страшного не будет. Ну, это, опять же-таки, есть такой термин и выражение, да. А на самом деле, в моем случае, по моему жизненному примеру и жизненному опыту, я вот очень много групп попробовал наркотиков. Мы еще плавненько перейдем к последнему, да, вот, скажем так, синтетической группе. Употреблять нельзя никакие вообще наркотики, потому что это запускается процессом, ну, необратимым. Ну, да, говорят, что это, там, трава, это трамплин и наркотик, это, ну, так... Да, безусловно, трава, это трамплин для полной жопы, которая очень быстро может прийти в майно. Как это произошло, на самом деле, в моей жизни. И вот к вопросу, там, аудитории, которая будет слушать, и, ну, и в вашу жизнь, ребята. Ты когда-нибудь видел фильмы, в которых показывают ощущение человека под наркотиками, под героином? Насколько правдиво показана сцена в этом фильме? Да вообще очень достатно. Я бы сказал, как минимум, как минимум на 90%. Там очень много похожих жизненных ситуаций, которые я там проживал, да, некоторые, которые происходили на моих глазах, как менялись люди вокруг меня, как менялся социум, как менялись мои там какие-то приоритеты, жизненные цели, понятия в том числе. Первый приход, как это происходит? Где ты находился? Кто вы думаете? Да, это был круг тех ребят, которые на тот момент уже, можно сказать, были на системе. Это был подъезд. По-моему, это была зима, я уже точно не помню период по времени. И кто-то вот из ребят, не хочу даже называть там по именам, меня просто укололи. Мне было странно. Изначально я испытывал страх. Страх как вы именно? Я испытывал страх укола, вот именно как раз-таки страх укола, потому что, ну, как бы то ни было, был еще вот какой-то тот самый барьер, который я не переходил. Для меня это было что-то новое. Глабула новая или общая? Да, новая, новая, новая здесь, как бы. Ну, у каждого был свой шприц, скажем так. Был общий бутылек, с которого вытягивали раствор, скажем так, ну, для всей команды. А что ты в этот момент, что ты делаешь, лежишь, болтаешь, бегаешь? Ну, смотря сколько ты употребил наркотика, ну, вот, если разбирать именно героин и опиатную группу, если ты употребил его, ну, там, много, больше, чем нужно, то можно было там, ну, зависать. Ну, я как бы, в том числе, можно было умереть в моменте вообще. У меня была тоже передозировка, и хорошо тем ребятам, которые меня, как бы, спасли. Это было не в первый раз, не во второй, но, тем не менее, это происходило. Потому что, если, опять же-таки, разбирать моё употребление, ну, вот, именно внутривенно, ну, там, в круг происходило, там, порядка семи лет. И у меня в приоритете на ежедневной основе стало только употребление. То есть тот самый день сурка, где нужно добыть сначала деньги, потом дозу. Отбирали и проездные, и деньги у ребят, которые были слабые, у нас было несколько человек. И ездили по другим учебным заведениям, особенно, там, первые числа. Ну, у нас в регионе был такой, там, ну, не знаю, может быть, кто-то тоже вспомнит моей возрастной категории, либо, там, постарше. Проездные, ну, они были в то время по 100 рублей, или по 100 с чем-то. И вот первое, второе, третье число, это наша была тема, прям, самый клёвый. То есть мы врывались, там, в какое-нибудь училище, или ждали на остановке ребят, которые, ну, которых было меньше, или они могли за себя постоять, ну, и отбирали всё, что было. Потом пошли телефоны. Значит, была такая схема, у нас было два входа, ну, то есть вход и выход, получается, в учебное заведение. И я привлёк, там, свою знакомую, она вообще к этому отношения не имела, никакого она даже не употребляла. Я её привлёк, вот, к одной из схем, получается. Она без куртки, ну, какой-то холодный, весна, по-моему, что ли, ранее была. Она без куртки подходила к парню, которого я показывал, у которого был хороший телефон. Брала позвонить, ну, и пропадала. И, соответственно, выходя, там, через второй выход, ну, там, уже в назначенном месте мы с ней встречались. В том числе, там, какие-то, вот, рядом тоже с моими учебными заведениями, там, каждый день проводил, там, были игровые автоматы, там, где-то что-то подрежешь, где-то что-то украдёшь, где-то кого-то обманешь. Ну, и тем самым, незаконным путём, нечестным. Если говорить про реабилитацию, первый раз я туда попал, как раз-таки, вот, с очередной прокапки, не по своему желанию, я открыл глаза и понял, что я в реабилитации. Везде, где я был, кроме одного места, ну, это не мотивационного характера был центр. Это домик, где-то за чертой, там, города, в пригороде, в лучшем случае, ну, как правило, это была деревня. Опять же-таки, специалисты, так называемые консультанты, которые, ну, тоже определённый путь прошли и оставались просто, ну, при центре работать. Ну, я очень быстро убежал оттуда. Сколько ты там пробыл? Меньше месяца и два раза убегал. Я убегал употреблять, то есть, ну, вот, первая реабилитация, я вот просто хочу рассказать, что после этой реабилитации у меня произошла ремиссия долгосрочная. А ремиссия – это когда я не употребляю не только наркотики, я не употреблял ничего вообще. Ну, потому что с алкоголем не довелось близко познакомиться, как-то сразу зашли наркотики, наверное. Если я не употреблял ничего, кроме сигарет. Сколько времени было ремиссии? Слушай, она происходила год и шесть или год и восемь. Ну, то есть, такая достаточно долгосрочная ремиссия. За этот период времени я успел социализироваться, изменить образ жизни. Это что помогло? Слушай, да на самом деле, наверное, если уже быть честным, да вообще обстоятельства. Я первый момент увидел, что можно жить по-другому. Второй момент уже к тому времени мои с употребителями, ребята, с кем я начинал употреблять, потихоньку начали менять свой образ жизни и бросать употреблять. И вот, наверное, все-таки все в совокупности проблемы с законом на тот момент у меня уже достаточно серьезные возникли. Я сам был полностью уже на таком достаточно большом отчаянии. И вот в совокупности групп, круга общения, знакомства, скажем так, с тем, что можно вообще жить трезво, и это возможно, например, у других людей, я вот зацепился как-то в совокупности, вот в это, скажем так. Ну, вот в эти направления, в эти способы, и у меня какой-то период получилось сделать. С каждым днем становится сложнее ее держать, где очень? Есть определенные, скажем так, всплески, но ежедневно, с каждым днем, это шаг вперед в любом случае. В моем случае, в том числе, менялось качество моей жизни, менялось окружение, менялся я, начиная от материальных каких-то факторов, ну и заканчивая там, в том числе, там, психоэмоциональным своим состоянием. Намного легче. Чем больше ты находишься в ремиссии, в простоте не употребляешь, тем проще проживать вот те самые там моменты тяги, триггера и вот все, что с этим связано. Что происходит после ремиссии, вот это первое употребление? Да, это было первое употребление, причем уже абсолютно другой группы наркотиков, на тот момент я даже помню, не показывал. Ну, это вот как раз в то время, когда зашли спайсы, это все было легально, и вот синтетическая группа появилась, ну, и я попробовал впервые соль. Комфортное употребление у меня было, наверное, первые недели две. После, когда у меня там начинались отходники, я вообще не понимал, как это работает и что происходило в моем психоэмоциональном состоянии. Лучше, чем герой? Да, потому что после этого я герой не возвращался вообще. Чем? Легкость какая-то в общении, с противоположным полом вообще все по-другому происходило. Как пропадали куда-то вот те самые страхи, там, страх оценки где-то, страх там быть непонятым или непринятым. Открылось как-то все для меня по-новому. Опять же-таки производительность, я мог не спать, кряду по несколько суток особо не кушать, но тем не менее мог делать какие-то дела, там, водить автомобиль, работать на работе. Первая затяжка, первый укол, а после хорошего-то вообще нету ничего. Это боль, не только моя, моих близких. Какая-то грязь, которая происходит в жизни вокруг всех этих, ну, скажем так, событий. После, да, того, как я попробовал, я понял, что я подсел. Я потерял все, проупотреблял я практически ежедневно, непрерывно, практически, вот эту соль, порядка, там, 10 месяцев. Потерял, опять же-таки, все, опустился на дно. Помимо физиологических моментов, там, потерял очень сильно в весе. Я материально полностью была, посташел, у меня были одни долги, машина в ломбарде, ну, и ничего, в общем-то. Все эти люди, которые видели во мне изменения, весь мой круг общения, по большому счету, свелся к моим, опять же-таки, соупотребителям, которых я там периодически находил, для того, чтобы просто употребить вместе, либо что-то замутить. То есть я потерял, опять все. Вот в один из дней, получается, как-то все способствовало к тому, чтобы остановиться. Я уже физически, наверное, просто не мог этого сделать. И я вернулся домой, вернулся к маме, к бабушке. Две недели отсыпался, отходил. Ну, и вот, наверное, это было на тот момент чудо, я как бы прекратил употребление. Значит, я начал общаться. Я был знаком уже с своей, уже на данный момент, бывшей супругой, на тот момент с будущей. И этот человек помог мне, скажем так, воспрять духом, что ли, ну, что еще не все потеряно, где-то замотивировать меня. Я очень сильно благодарен за это. И я начал общаться со своей будущей женой. И очень быстро переехал к ней, как только в себя пришел. Она в меня поверила. Помогла мне реализоваться там. Я устроился на работу, очень быстро забрал машину свою. И мы начали как бы жить, строить совместные планы. Я на тот момент не употреблял ничего. Ремиссия была долгосрочная. В период времени много что изменилось. Мы уже вступили в брак, она забеременела. Я работал, ну, получал неплохие деньги. Я ушел в менеджеры по продажам, ну, торговый представитель. Все получалось, мне это нравилось. В то же время мы взяли первую совместную недвижимость, благодаря там совместным усилиям. Это была квартира. Родился ребенок. И вот срыв у меня, по-моему, произошел как раз-таки в момент того, когда, получается, моя супруга забеременела уже, там, в какой-то завершающей стадии шло. Было страшно, но я и в любом случае это сделал, потому что тяга, вот, как раз-таки хочу дополнить, от синтетической группы, в частности, от соли, у меня она вообще просто сумасшедшая. Был такой период времени, что там ежедневно перед сном я себе прокручивал какие-то моменты. Мозг запоминал у меня, к сожалению, моменты, скажем так, такого розового употребления, когда это было все хорошо, не было никаких последствий и проблем. Увеличивался доход. Вот. Но, тем не менее, моя ремиссия и рецидивы, ремиссия, она стала меньше, там, потом полгода после, там, срыва, потом три месяца, и толерантность в том числе росла. То есть ремиссия, рецидив, ремиссия, например, там, полгода, рецидив на четыре дня. То есть я просто пропадал. Ремиссия три месяца, рецидив, там, на две недели. И тем самым увеличивалась, ну, та самая линейка, употребление перерастало уже, скажем так, в образ жизни. Первая моя осознанная реабилитация, когда я сам принял решение поехать в платную, это был 19-й год. Мы позвонили моему товарищу, он на тот момент работал как раз-таки в реабилитационном центре. Это было, ну, это было платно. И меня в этот же день увезла моя супруга с братом. Я пробыл там полгода, прошел определенный курс, вышел и через полтора месяца опять употребил. Все это время, в том числе эти полгода, когда находился там. И после выхода меня вообще непреодолимое желание употребить не отпускало. Это вот та самая тяга. Цель на сегодняшний день? Выздороветь, вылечиться, оказаться от употребления наркотиков, быть полезным не только своему близким, родному, своему ребенку, а еще и обществу. Изменить качество жизни, образ жизни и отказаться полностью раз и навсегда от употребления.